на Златову Славу, служение на Первосвятительской кафедре. Первым делом его было показать себя своей новой пасте в качестве пастыря-учителя. Этого от него и ожидал более всего народ, знавший о его блистательном красноречии. И действительно, первые беседы святого Иоанна в Константинополе собирали бесчисленное множество народа, и архипастыр мог радоваться такому усердию его пасты к слушанию Слова Божия. С Бога вдохновенной силы из уст его велися золотые слова назидания, истолкования Слова Божия, и слушатели приходили в неописуемый восторг, и своды храма оглашались шумными, часто неистовыми рукоплесканиями и всевозможными знаками одобрения. Подобные знаки одобрения он порицал еще в Антиохии, видя в них проявление суетности человеческой. Не мог он сочувственно относиться к ним и теперь. Но его огорчение становилось сильнее по мере того, как он убеждался, что эти шумные одобрения здесь были еще менее знаком проникновения слов назидания в души слушателей, чем среди его антиохийского народа. А напротив, это было лишь доказательство крайней суетности его новой пасты, не различавшей церкви и театра. Поэтому он порешил выступить еще энергичнее, чем в Антиохии, на борьбу с подобной распущенностью. И в своих беседах неоднократно умолял своих слушателей оставить эту привычку и слушать незадание в тихом безмолвии и сокрушении сердца. Но дурная привычка была так сильна в столичном населении, что ее трудно было побороть, и святой Иоанн, не ограничиваясь учительством, порешил показать перед лицом этой распущенной пасты пример строгости на самом себе. Святой Иоанн повел жизнь отшельника, который не придавал никакого значения своим собственным потребностям, принимал самую скудную пищу, притом всегда наедине, и все сбережения, оставшиеся от доходов, стал употреблять на дела милосердия и благотворительности. Будучи другом и похитителем бедных в Антиохии, святой Иоанн остался таковым и на престоле Константинопольском. Архиепископская кафедра обладала весьма значительными средствами, и эти средства, еще больше увеличив их своей до крайности скромной жизнью, святой Иоанн стал обращать на благотворительные учреждения. До него на все столичные населения было всего четыре богоугодных заведения, которые при том содержались оскудно и неисправно. Святой Иоанн, приведя в порядок и благоустройство прежних заведений, стал устраивать новые, и вокруг Церкви Божией, как плоды христианского человеколюбия, стали быстро возникать всевозможные богоугодные заведения, где могли находить себе приют и убежище все больные и немощные, все отверженные, обреченные человеческим жестокосердием на бедствие и гибель. В своих беседах он то и дело обращался к своим слушателям с призывом к пожертвованию на благотворение. Из его златословесных уст раздавались богодухновенные речи, в которых милостыня восхвалялась, как величайшая добродетель, которая воле всякой другой открывает доступ к небу с его райскими радостями. Слова его не оставались обесплодными. Благотворительность весьма оживилась в Константинополе, и было немало богатых людей, особенно вдов, которые, жертвуя свое состояние на дела благотворения, сами поступали в богоугодное заведение и служили больной и немощной братьям. Такой успех весьма радовал великого пастыря, и он мечтал даже о том славном времени, когда всякая бедственность прекратится в его пастырь, и все будут жить в том счастливом братском взаимообщении, в котором жило первенствующие христиане в Иерусалиме. Императорский двор далеко не представлял собой воплощение добродетелей, которых по преданию привыкли ожидать от него в провинции. Вместо того, чтобы быть образцом и семейных, и общественных добродетелей, он скорее был источником всякого нравственного тлена, который заразительно действовал на все окружающее общество. Безумная роскошь двора заставляла подражать и окружающих сановников, которые предавались по этому самому бесстыдному хищничеству. Наконец, и богатые, и бедные все были заражены страстью, театром и общественным повеселением. И дело доходило до того, что в случае каких-либо совечайных представлений церкви пустели, а театры наполнялись безумно ликующими толпами. Святитель строго обречал неразумных и находил в себе великое утешение в том, что его беседы нередко производили потрясающие впечатления, так что народ раскаивался пред ним в своих безумных увлечениях. Если великого святителя огорчали грехи и нравственные недостатки народа, то тем более он скорбел при виде нравственного упадка тех самых, кто притязал на достоинство избранных членов церкви. Если даже иные из епископов вели жизнь, скорее, приличествующую светским лицам, чем духовным, то тем более это было заметно среди низшего духовенства. Оно предано было миру и всем его прелестям, и при том иногда в таких формах, какие не могли не возмущать нравственного чувства. Особенно сильных негодования святителя возбуждал широко распространенные в то время обычаи совместного проживания духовных лиц и девственниц. И святитель начал с ним упорную борьбу, для чего преобразовал пришедшие в упадок существующие монастыри и открыл новые женские обители.